Здрасте! С вами Даня Крастер и сегодня мы будем делать колдунскую штуку. Ууууу, портал оживляющий растения, нихуя себе. На самом деле чистая физика и никакого мошенства. По факту это проект Джеффа Либермана, который называется Slowdance и стоит 250 бакинских за одну штуку. Как-то, блядь, дороговато. И покупать готово это совсем не наша тема, поэтому мы запилим ее своими руками. Начать я хочу со столярной части, вот эти два бруска из ясеня отлично покатят для красивой рамки, текстурка у них какая заебательская. Их мальца повело в процессе сушки, поэтому я прогоню через рейсмус, чтоб всё потом чётенько распиливалось и стыковалось. Теперь нам надо пропилить паз для светодиодной ленты, сделать это можно несколькими способами, например выколотить его вручную стамеской и косяком, вырезать фрезером аж двумя видами фрез концевой или фрезой для глухих пазов, а можно и просто за несколько проходов сделать это на распиловочном станке. Главное правильно выставить высоту и границы, чтоб ничего потом не покосаюбило. Заранее измерив ленту я разметил торцы и в итоге лента нормально туда запихуевается и вообще прекрасно себя там чувствует. Далее переходим к столярному верстаку, который я показывал как сделать в одном из прошлых видео. И снять фаски то вообще можно держа в руках, но удобнее конечно на верстаке. Торцевым рубанком снимаем микрофаски, чтобы бруски было приятно держать в руках и теперь будем обрезать их под углом, чтобы в итоге собрать рамку. Сначала я решил сделать это торцовкой, но она сука так и норовит проебать угол. Слишком большой зазор и потом все в кривоту сойдется. Соси песо с торцовка. На распиловочном, который у меня получилось практически идеально выставить, я думаю будет ровнее. Да и диск тут почище пилит. Отмечаем длину одной заготовки на другой и пильнем ее. Вот такие в итоге заготовки получились ровные и охуенные. Также надо пильнуть верхнюю планку с двух сторон, чтобы получилась перекладина. Вот вроде бы пилишь-пилишь видосы, а в комментах все да со станками каждый может, да если бы у меня инструмент был, да я бы. Я когда начинал у меня хуйкингуй в дырявом кармане был, это сейчас уже за 8 лет все накопилось. Специально для тех, кому не хватает инструментов для полного счастья, посмотрите описание к этому видео. Там ссылка на конкурс, в котором разыгрывается целых 3 станка для самых везучих и 57 мать его чемоданов с инструментами. Что значит не хочешь? Дал бог уголочек даст и станочек. Так что давай досматривай видео и дуй за ништяками. И да поможет тебе святой рандом. Алюминь. Три детали рамки готовы и настало время склеивания. У меня сразу были сомнения насчет халявной сборки и дальше они оправдаются. Промазываем косые плоскости клеем и стягиваем ленточной струбциной, которая как нельзя кстати подходит для таких тем. Спустя сутки ее можно будет снять и проверить держится ли эта рамка в принципе. При склеивании ее немного покосоёбило, поэтому надо срезать выступающие части рубанком. Пара взмахов и блядский беспонтовый стык пропадает. Рамка становится ровненькой, чистенькой и пиздатой. А при попытке вынуть ее из зажима падает на пол и взрывается на три отдельных части. Знали бы вы какой я батхерт тогда испытывал. Но оно все закономерно. Поленился заморочиться над столярным соединением получи слабую деталь. Хоть это и не стул, который должен выдерживать какое-никакое там усилие, а просто рамка, ее можно не успеть донести до подставки, как она рассыпется в руках. Поэтому я решил добавить сухарь из букового шпона, который получился в результате крафта верстака. Обрезки обрезками, но иногда пригождаются. Из них еще можно вырезать всякие шпатели для перемешивания всякого говнища. Я буду вырезать паз для сухаря японской пилой. Чем она хороша, так это тем, что у нее кроме заточки для поперечного пиления есть заточка для распила вдоль волокон. Так называемая стамесочная заточка зуба. Сухарь встает туго, но без усилия. То, что нужно. Теперь осталось склеить рамку заново, выставив ее под нужным углом и зачистить места, где схватился клей, а то новый не прилипнет. Промазываем клеюку, вставляем сухари и затягиваясь трубциной еще на сутки. Пока схватывается рамка, я займусь подставкой. Сделать ее можно любым методом. Я решил собрать короб на косых спилах, швы которых придутся на ребра коробки. После сборки она будет напоминать цельный кусок дерева. Выпиливаем все необходимые части по размеру и так же я решил добавить для прочности брусочков из фанеры, чтоб проще было собрать коробку. Чтоб не ебсти голову с размерами, я сначала пильнул все детали, а потом решил снять края под 45 градусов. Выставляем диск под углом и обрезаем детальки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все детали коробки готовы, теперь надо собрать их. Можно просто склеить все части, а можно по фасту собрать с помощью скобозабивного пистолета. Он не осиливает забивать гвозди на всю длину в фанеру, но пробивает верхний слой. Все недобитые гвозди можно дофигачить молотком. Это вроде как не запрещено. После того, как все собрано, можно и днище вставить, да посмотреть, как оно в целом выглядит. Ничего ж, ну и вроде как коробас собрался, без претензий на идеальность, конечно. Швы еще сойдутся при шаманском постукивании там да сям. А чтоб все пиздатенько выглядело, я этот коробас зашкурю. Также немного подсобью ребра, чтобы призаныкать щели. Тем временем склеилась рамка, и я подмазал швы шпаклевкой для дерева. Она как раз в тон одному из оттенков, которые можно увидеть на этом бруске. Спиливаем сухари и шкурим соединения, чтобы все было четенько. Теперь настало время взяться за электронную составляющую. Все было заранее проверено на работоспособность на макетной плате, и кусок светодиодной ленды вроде как мигал с частотой 80 Гц. Управление открытием транзисторов мутит ардуиня. Сама схема очень простая и состоит из двух, по сути, частей. Один транзистор качает соленоид, второй мигает ленту. Под этим видео есть ссылка на готовый проект, по которому мы, собственно, ее и делали. Там есть все подробности, че к чему паять, какие электронные компоненты нужны для сборки и вообще вся инфа по деталькам и размерам. После того, как я увидел эффект от этой рамки, я вообще не пожалел, что решил ее сделать. Оно того действительно стоит. Лучше один раз увидеть вживую. А сейчас надо собрать более компактную плату самым классным и охуительным способом. Навесным монтажом и максимально рукожопа, чтобы у электронщиков пригорело. Также в процессе пайки я буду пользоваться паяльной вортофосфорной кислотой, которая со временем окислит контакты, покосит избу, придет домой и убьет твою собаку и все может пойти по пизде. Так что если рассчитываете на длительное использование своих сборок, лучше юзать канифоль. Протирать все контакты спиртом, свои душевные микросхемы тоже советую протереть, а потом все эти пироги покрывать лаком и вообще делать все по фэншую. Я же клал на это дело большой пиписяндр и топлю исключительно за прототипы. Один хер потом все пересоберется еще во что-нибудь. То, что было сделано, рассыпается на составные элементы и из этого собираются новые проекты. Круговорот хлама в мастерской, так сказать. Итак, плац собран, светодиодная лента мигает, что уже радует. Теперь надо намотать соленоид. Он представляет из себя стальной сердечник с внутренней резьбой с одной стороны, на которой надо намотать несколько слоев провода сечением 0.41. Продажа была только 0.40, но я думаю это не особо-то охуенно существенное отклонение. Недолго думая, вставляем его в шурика и идем к тискам. Поджав пружины и катушку, можно в полуавтоматическом режиме наматывать проволоку. Создается небольшое натяжение, из-за которого, во-первых, и нитка лучше кладется, и бороды на катушке не выпрыгивают. Надо намотать 6 слоев, и там в гайде еще какие-то заморочки с последними витками перед концом я решительно забил хуй и намотал 6 слоев, как намоталось. Осталось прикрутить к соленоиду железячную пластинку, чтобы закрепить его к рамке там, где надо, и можно проверять, магнитит ли он что-то вообще или нет. Вроде че-то магнитит, а проверить работает ли есть только один метод. Да собрать это говно! В ящике сверлим отверстие для крепления рамки, притягиваем ее и столярная часть готова. Классная хуевина вышла! Отмеряем сколько нужно ленты, кусаем ее и припаиваем два проводка к контактам. Проводки протягиваем через коробку, в ней у нас будет стоять управляющая плата, а саму ленту четенько приклеиваем в паз. Глубину паза тоже надо посчитать, исходя из ширины вашей ленты. Некоторые гайды по постройке таких рамок включают три полоски ленты, но я думаю, что это too much и одной заныканной хватит. Также нам понадобится брусочек, чтобы закрепить соленоид и кусок пружинищей пластинки, которую можно вырезать из линейки. Сверлим все нужные отверстия и прикручиваем все, что нужно прикрутить. Сам брусок прикрутим к основанию и в самом конце поставим соленоид на свое место. Внутрь коробки надо интегрировать схему и запаять оставшиеся провода. Закрываем крышку, подключаем блок питания и вуаля! Она себе чего-то там моргает. Выставив на камере нужную выдержку, можно увидеть, как оно выглядит в реальности. Это не те приколы с четностью кадров. Все, что сейчас на видео, в реале выглядит также без стробоскопа. Для пущего колебания линейки можно прилепить пару-тройку неодиумных магнитов. Тут экспериментальным путем все подбирается. Линейка уже при прикосновении куда-то в сумрак уходит. Залипательная херь. Прикрепим кусок бумажки и уже можно видеть шайтанские происки. Вот, вот чё она делает? Сука, извивается. До какого хера? Ну, или я просто переборщил с галицином на сегодня. Если закрепить травинку в этой шняге, она, мать его, оживает. Начинает крипово двигаться, как будто извивается. И это происходит из-за того, что лампа мигает определенной частотой выше 24 кадров в секунду, которая успевает переварить наш мозг. И часть движения, создаваемая соленоидом, ныкается в неподсвеченных промежутках. В итоге мы видим такой вот криповый эффект. Субтитры создавал DimaTorzok И самое главное, в жизни всё выглядит абсолютно так же. Даже вот эти вот смазанные движения, всё выглядит абсолютно так же в жизни. как будто Гоуст-версия растения пытается его догнать. Жёсткая тема. В результате этот проект оказался таким, который я бы действительно рекомендовал повторить, потому что результат просто сносит башню. Ты не можешь поверить своим глазам, что за херня происходит, почему они так шевелятся, это очень круто. Да и в принципе не забывайте подписаться на канал, если видео вам зашло и не забудьте поучаствовать в конкурсе, о котором я говорил в этом видео. Спасибо за просмотр, с вами был Даня Крастер. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok